Дилшейкер Будь в тренде Новая технология бизнеса Новые возможности Следующая категория товаров и услуг Продукты, сервисы, автомото Путешествия, электроники, гаджеты Развлечения, хобби, красота и многое другое Сегодня о создании платформы Дилшейкер говорят по всему миру Цифровая платформа Дилшейкер Это новый ковчег для любой формы бизнеса Сотрудничая сегодня с торговой платформой Дилшейкер Вы имеете возможность не только удержаться на плаву И продвинуться далеко вперед Это ваша возможность выйти на новый мировой уровень Ну что, я представлюсь, кто не знает Меня зовут Валерий Черезов Я предприниматель с более чем 20-летним стажем Последние 8 лет тружусь в такой индустрии, как сетевой маркетинг Самый прогрессивный вид бизнеса для всех Кто бы что там ни говорил Я на сегодняшний день являюсь уже в течение двух лет, наверное Примерно даже больше Независимым маркетингом и партнером компании OneLife Сегодня мы будем говорить о том, как можно уберечь свои деньги от инфляции Как можно за меньшие деньги купить больше товара И если здесь есть предприниматели, у которых есть свой бизнес на земле Да, или в интернете Сегодня самая главная проблема Это, собственно говоря, клиенты Особенно клиенты с деньгами И эту тему мы сегодня тоже обязательно затронем Я постараюсь сегодня уложиться Ну минут за 45 примерно Очень постараюсь, чтобы без воды было чисто факты И хочу сразу сказать, что тема очень глубокая, очень широкая И я думаю, что большинство партнеров Вот я сейчас задам вопрос Уважаемые партнеры, которые уже являются партнерами компании OneLife Поставьте, пожалуйста, цифру 1 Кто из вас, первый раз услышав эту информацию, ничего не понял Но, тем не менее, в конечном итоге разобрался И сегодня находится здесь И ни разу об этом не пожалел Ага, хорошо, замечательно Вот смотрите, друзья Вот кто первый раз здесь, да Смотрите, какое количество людей Практически все с первого раза ничего не поняли И это нормально Потому что, повторюсь, что тема очень широкая, очень глубокая Я вам сегодня покажу только направление Далее вам нужно будет обратиться к человеку, который вас сюда пригласил сегодня И узнать подробно, что непонятно, как непонятно Потому что, хочу сказать, что не важно Разбираетесь в этом, понимаете Это абсолютно не важно Это происходит с вами или без вас Но лучше, если вы поймете Потому что век информации, если информация пришла Нужно в этом разобраться Но я думаю, театрального времени у нас достаточно хватило Нас почти 60 человек Мы начинаем идти вперед И вот какова миссия нашей компании Вот основная цель, миссия компании То есть дать возможность глобальному сообществу интернет-пользователей Принять в этом активное участие По большому счету, если просто говорить То дать большому количеству людей Безболезненно перейти на новый, скажем так, экономический уровень То есть новые экономические отношения Товарно-денежные отношения Потому что, хотите вы или не хотите То все больше и больше бизнеса уходит в интернет То есть даже тот бизнес, который сегодня на земле представлен Он себя активно рекламирует через интернет Если он этого не делает То все очень печально для этого бизнеса То есть и в общем вот такая наша цель И первое, что мы здесь приобретаем Это, конечно, финансовые знания Потому что большинство людей, которые у нас сегодня Живут в нашей стране В странах СНГ, за рубежом, без разницы Практически никто этих людей не обучил тому Как вообще работают деньги Как они устроены Оттуда и все проблемы Большинство людей живет с колес Вот что заработал, то и проел Больше заработал, больше проел Еще больше заработал, еще больше прогулял И очень малое количество людей Которые понимают, как деньги устроены Что с ними делать То есть как сделать из них еще больше Вот, поэтому первое, что мы предлагаем Это предлагаем финансовое образование Которое и дает вам возможности разобраться В том, что сегодня происходит в мире Это просто очень круто, очень классно И наряду с этим вы получаете то О чем я сегодня вам буду рассказывать Я постараюсь по каждому слайду быстро пробежаться Чтобы у нас, может быть, осталось время на вопросы-ответы И вот у меня, скажем так, плохая новость Для тех, кто занимается товарным маркетингом Ребята, хотите вы и не хотите Товарный маркетинг умер Умер он в каком плане? Я не говорю, что не покупают товары и услуги Их покупают очень хорошо Потому что, допустим, тот же сетевой маркетинг Он предлагает качественный, хороший товар Но с каждым днем этих компаний становится все больше и больше и больше Поэтому налицо такой своеобразный кризис перепроизводства Как был в 30-е годы в Америке Но сегодня у нас есть интернет И поэтому то, о чем я скажу Если вы занимаетесь каким-то бизнесом То есть, если вы предприниматель Не важно Линейного бизнеса, сетевого маркетинга То, о чем мы будем говорить Это для всех сегодня Для всех спасение Для потребителей, для предпринимателей и так далее Потому что, если вы не используете современные технологии То, скорее всего, вашему бизнесу угрожает просто-напросто опасность Угрожает то, что он может просто закрыться Идем далее сегодня Вот смотрите Я вам сейчас покажу компании Это сетевые компании, которые вы все знаете Вот в левой колонке название компании стоит И в третьей колонке количество лет Сколько они представлены на рынке И за этот период товарооборот в миллиардах долларов В этих компаниях стоит Вот хочу сказать, что компания OneLife Свой первый миллиард сделала Где-то примерно за 8-9 месяцев То есть, по разные цифры То есть, очень быстро Это очень круто Вот смотрите, сегодня мы Это я вот люблю этот слайд Он старенький На самом деле, все цифры, которые здесь находятся Они уже увеличились Потому что это Этот слайд Вот видите 9 марта 2016 года То есть, это за 15-й год данные Но они очень показательные И сегодня я бы его не показывал Просто вот, ну, он красиво очень сделан Надо будет подобрать подборку Сделать новую Потому что новые цифры гораздо больше Вот смотрите Компания Apple 560 миллиардов долларов То есть, по сути, самая дорогая компания на планете сегодня Alphabet Вам больше известен, как Google 480 миллиардов долларов По-моему, сегодня уже больше 500 стоит Microsoft 408 Facebook 300 миллиардов долларов И так далее То есть, компании, которые В принципе, вы В основном Их продукт вы потрогать не можете За исключением разве что Некоторых Да, вот Apple И так далее Но компания Вот Google, например Он просто-напросто Как бы Как тот суслик Да, что Ты его видишь Нет А он есть И то же самое с Facebook Я думаю, что Каждый из вас Здесь имеет Профиль в Facebook И как бы Это виртуальная вещь Но стоит она бешеных денег Но мне больше нравится Вот сравнение Такси Uber Я думаю, что на Западе Знают это такси У нас до нашего Дальнего Востока Она еще не добралась Но тем не менее Это очень популярная тема Насколько я знаю Так вот На тот момент Она стоила 62,5 миллиарда долларов Хотя и называли их Мыльным пузырем И финансовой пирамидой И так далее Но для примера Вот здесь самое интересное Что Газпром стоил На тот момент 44 миллиарда долларов То есть Uber Стоил на 18 миллиардов Дороже Вот такая интересная история Все происходит потому Что у этих компаний У этих компаний Очень много клиентов То есть Огромная клиентская база Поэтому Они ценятся То есть То о чем я говорил То есть Если у вас есть Клиенты Вы можете продать Все что угодно При правильном подходе Если у вас клиентов нет Ваш бизнес обречен на провал То есть Это я думаю Что просто Для понимания А вот Поговорим немножко Об эволюции денег Сейчас Прямо быстренько Вскользь А наверху Вы видите Монеты золотые Царские червонцы Серебряные рубли То есть Это российские Начало Конец видно 19 Начало 20 века И так далее Далее У нас для удобства Стали печатать Бумажные деньги То есть Железо с собой Не очень удобно Таскать Хотя Вот эти И золотые И серебряные Монеты Они сами по себе Актив То есть Они сами по себе Ценность Далее Вот видите 25 рублей Советских Я взял Там написано Что билет Государственного Банка России Обеспечен Золотом Драгоценными Металлами И другими Активами Государственного Банка СССР То есть Это были По сути Последние Деньги Которые были Чем-то Обеспечены История Фиатных Денег Так называемых Которые Собственно Ничем не Обеспечены Началась 15 Августа 1971 Когда президент Никсон Объявил Что Временно Заметьте Приостанавливает Конвертацию Доллара В золото И обратно Но как вы знаете Нет ничего Более Постоянного Чем временное Поэтому с тех пор Ничего не изменилось Я всем рекомендую Посмотреть фильм Художественный Называется Игра на понижение Очень интересный фильм Который рассказывает Откуда взялся Кризис С 2008 Года То есть По сути Банковская система На тот момент Лопнула Но так как Ее заменить Было нечем Напечатали Бумажных денег Во всем мире Больше в два раза Практически Чем за последние 100 лет Я не думаю Что это Благодаря этому Кто-то из вас Стал как Немножко богаче Далее Вот смотрите Пластиковые карты Я немножко Остановился На фиатных деньгах Пластиковые карты Этим никого Не удивишь Сегодня То есть Они практически Есть у всех Давайте скажем У кого нет Пластиковые карты Напишите Ноль У кого Сколько Напишите То есть У меня Где-то Штук шестик Наверное Так Ради интереса Просто Посмотрим Вот Нас здесь Уже Почти 60 человек Вот Три Пошло Четыре Две Пять Четыре Вот Видите То есть Я вот Не вижу Ни одного Человека У которого Хотя бы Одна Или вообще Нет Пластиковой Карты То есть Никого Это не удивляет Сегодня Это нормально То есть Пластик Это Собственно Говоря Деньги Никого Этим Не испугаешь Не удивишь И Наряду С появлением Интернета У нас Появились Электронные Деньги Электронные Деньги Это Собственно Говоря Эквивалент Денег Которые Вот На земле То есть Рубль Здесь Рубль В сети Доллар На земле Доллар В сети И так Далее То есть Это Эквивалент Идем Теперь Далее А вот Собственно Говоря Когда Произошел Кризис 2008 Года Когда Напечатали Очень Очень Много Денег И Появились Цифровые Деньги То есть Помните Кино Оцифровано Музыка Оцифрована Книжки Оцифрованы Все Оцифровали И вот Пришло Время Оцифровать Деньги Собственно Говоря И я На этом Останавливаться Особо Не буду То есть Первая Криптовалюта Так называемая Появилась В 2008 Году Вот Вы видите График В 2008 Году Запуск Криптовалюты Далее В 2009 Году В общем Грубо говоря За 1 доллар Можно было Купить Где-то 1300 Биткоинов Приблизительно То есть Там Есть такие Есть информация В интернете Поищите Далее Он рос В цене Рос 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 В 2013 Году Пиковая Стоимость Составила 1200 Долларов В декабре А потом Он немножечко Упал Скажем так Раза в 4 И Сегодняшний График Вот смотрите Да Так Пардон Это не сегодняшний Почему-то у меня Не заменился Это за 26 число Был 1267 Долларов За биткоин Сегодня 1299 Долларов За один биткоин То есть Он идет в рост Но скажем так Биткоин Это прародитель Всех криптовалют Их примерно Сегодня 700 800 По некоторым данным Еще гораздо больше Но все Они созданы По образу И подобию Биткоина У которого Есть определенные Там фундаментальные Проблемы В основном Это анонимные Криптовалюты Все Которые Которые Не любят Государства Но это Очень удобная Форма расчета Это Современные Новые деньги Хотите Вы или не хотите Это тоже самое Эволюция денег То есть Далее пошло За пластиковыми Картами Электронными Деньгами Появились Цифровые Это деньги Которые Уже В интернете А так Как мы с вами Сегодня Разобрали Что весь бизнес Практически Уходит в интернет Это очень удобно Потому что Банковская система Современная Это просто Такая Клаака Не побоюсь Этого слова Буквально В течение недели У меня партнеры Пытались Перевести деньги Такую Приличную сумму В зарубежный банк Это было Это что-то С чем-то было Ребята Это капец То есть Во-первых Там менеджеры сидят Которые Ничего вообще Не понимают В этой системе Девочки Которые Не соображают Ни в законах Ни Как это устроено И так далее То есть За свои деньги Нужно еще доказывать Кому-то что-то бегать Вот криптовалюта В этом смысле Очень замечательно Потому что Она убирает Такого посредника Как банк Так как Вы можете ее перевести В любую точку мира Мгновенно Любому человеку Вот И В общем Это Ребята Это Уже произошло Хотите вы Или нет Но Смотрите Если сегодня Купить биткоины Ну наверное Это дороговато будет Не каждому по карману 1267 1299 2300 долларов Почти Но Опять же Можно купить Часть биткоина Не обязательно Его целы Покупать Он дробится Там Если Рубль на 100 Копеек Делится Доллар Тоже на 100 Центов И так далее То Вырастет До 4000 Долларов Ну Эксперты Эксперты Прогнозировать Ошибаться Могут Не ошибаться И так далее Но дело в том Что Транзакция У биткоина Происходит Где-то Примерно 10 минут Это не очень удобно Если вы будете Стоять на кассе Вам будет Неудобно Рассчитаться За товары И услуги Если вы По карточке Которая у вас Допустим К биткоину Будет привязана Это очень долго И очень неудобно Поэтому мы Сегодня будем Говорить Уже не скажу Что о новой Криптовалюте Но Самой современной И самой перспективной Криптовалюте Это Ванкоин Криптовалюта Ванкоин Это криптовалюта Будущего Когда ее создавали Были учтены Все проблемы Которые Есть У Других Криптовалют Так называемых Альткоинов То есть Это биткоины Эфиры Лайткоины И так далее То есть Их много 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 Они Децентрализованы То есть Они анонимны И так далее То есть Они Собственно говоря В этом То вся и проблема Что Даже если Сегодня Они захотят Что то сделать То есть Централизоваться Там Чтобы Это было Скажем так Слово забыл В общем Чтобы Вы могли подтвердить Свою личность При оплате То есть И это уже Сделать нельзя Потому что Это уже будет Другая Криптовалюта И Является Объектом Спекуляции Потому что По некоторым Данным Где-то 50% Того же Биткоина Приналежит Одному Человеку Поэтому Он может Играть на рынке То есть Что то Выкинуть Потом Забрать И так далее То есть Больше Меньше Ну и Спекулировать В общем Таким образом Далее Потребность Высохотелок Технологичном Информационном Оборудовании Поэтому Майнинг Менее Эффективный Дело в том Что Сложность Добычи У криптовалюты С каждым Добытым Коином Увеличивается То есть Нужны Более мощные Компьютеры Больше Электроэнергии И так далее По некоторым Данных Биткоинов Добыто Процентов 70 всего И Добудут Последний Биткоин Еще очень Очень Нескоро Потому что Сложность Большая Себестоимость От этого Растет И так далее То есть Есть определенные Трудности Вот Анонимные Транзакции Нестабильны Меньше Предложений Так Централизованный Ванкоин То есть Сегодня Его Производит И выпускает Компания Ванкоин А мы Его Как мы Его можем Получить Я чуть позже Скажу Процесс Майнинга Происходит В майнинговых Пулах То есть Прост в использовании Прост в добыче Безопасны И отслеживаемы То есть Вы не можете Использовать Криптовалюту Пока вы не Подтвердили Свою Личность Высокая Ликвидность Подходит Для использования На массовом Рынке Менее Нестабильны То есть Задача Сегодня Стоит Перед Компанией Такая Чтобы Наша Криптовалюта Ванкоин Не была Волатильной Такой Как Биткоин Это Очень Важно Ну вот Собственно Говоря В блокчейне Ванкоинов Будет 120 Миллиардов Монет То есть Не больше Не меньше Поэтому Его Как я уже Вышел Сказал Мысль Потерял Вернусь Немножко Криптовалюту Нельзя Подделать Нельзя Ее В принципе Больше Напечатать Чем оно Есть В одном В одном Алгоритме Подделать Нельзя Потому что Это Сложный Математический Алгоритм Основанный На криптографии Если вы Там Куда-то Какую-то Цифру Или запятую Вставляете Извините Это уже Другая История Потому что Я сейчас Углубляться Не буду Технология Блокчейн На то и Рассчитана Что Что Нельзя Там Ничего Исправить Подделать Вот этот Блок Если Создан То Вернуть Его Нельзя То есть Если Его Убирать То Нужно На миллионы Компьютеров Создать Какую-то Атаку И Везде Это Дело Подчистить Это Невозможно В принципе Поэтому Технология Блокчейн Сегодня Будет Нас Входить Во все Сферы Жизни Я думаю Что Когда Дойдет До Выборов Это Вообще Будет Интересная История Я бы На это Посмотрел И Вот На наш День Сегодня У нас В компании Три Миллиона Восемьдесят Тысяч Триста Семьдесят Пять Активных Пользователей Зарегистрировались Просто Зарегистрированы Там Более Десяти Миллионов Человек Которые За нами Наблюдают Еще Чего-то Ждут Вот Я тут Специально Сделал Скрин Вот Россия Немножко Пошла Вверх Тут Сорок Тысяч Семьсот С лишним Человек Уже В России Больше Всех Конечно В Китае Миллион С лишним Миллион Сто Там Пятьдесят Пять По-моему И Это Всего То есть Это Те Люди Которые Не только Присоединились Но и Оплатили Образовательный Пакет Здесь Не учитываются Люди Которые Делают Апгрейды Пакетов И так Далее И вот Смотрите Карта Такая Карта Мира То есть Сто Девяносто Четыре Страны Представлено Больше Миллиона Китайцев Где-то Больше Семьсот Тысяч В Европе И так Далее И так То есть Мы растем По всему миру Очень быстро И глобально И Собственно Говоря Криптовалюта Пользуется Вернее Ценность Ее В том В общем Чем больше Пользователей Этой криптовалюты Тем она дороже Стоит То есть Исключительно Из спроса На нее То есть Почему сегодня Биткоин Дорожает Дорожает Потому что Многие люди Поняли Что это Здорово Выгодно Замечательно Поэтому Приобретает Он растет В цене Вот В нашем случае Вы Нас пока На внешних рынках Я хочу сразу сказать Не увидите Потому что Мы сегодня Создаем Спрос на Криптовалюту Ванкоин Но Хорошая новость Что мы сегодня Можем использовать И покупать Товары И услуги Сейчас об этом Поговорим Вот Так называемое Наше Колесо Фортуны Это Экосистема Которая Призвана Сделать Нашу Криптовалюту Спрос Создать На нее Но Я сейчас Не буду На всех секторах Останавливаться Остановлюсь На самом основном То есть Это платформа Дейл Шекер То есть Вот предприниматели Обратите внимание То есть Это Очень серьезная Вещь Которая Сегодня Произошла Запустилась Она 16 Февраля Как Дима Топольницкий Выражается Все еще Пахнет краской Но уже Очень интересно Все работает То есть Там Всевозможные Продукты Путешествия Сервисы Автомобили И так далее То есть Все уже Продается И покупается Платформа Называется Дейл Шекер Можете Зайти Посмотреть Как это Выглядит Вот смотрите Я скрин делал Именно 16 Перед 16 Февраля 14 Или 15 Числа Было Зарегистрировано 62 тысячи Частных Продавцов И почти 7500 Компаний Сегодня Эта цифра Уже В разы Больше Я Покажу Вам Вот здесь Вот Скрин Да У нас Девчонки Сейчас Работают В Тольятти Вот такой Ресторан Телега И там Бизнес Ланч Исключительно За ванкойны Сегодня Видел Видео Как они Кушали За свои Купоны Уже То есть Это Происходит Биодобавки Пожалуйста Вот Скидка На Бургерную Это тоже В российском Городе Не помню В каком А вот Здесь Мерседес Премиум Класса За Исключительно За ванкойны 50 автомобилей За один День ушло Далее Путешествия Друзья Путешествия Пожалуйста Все уже Продается И покупается Самое Интересное Для тех Кто сегодня В первый раз Я хочу Сказать Почему Вам Это Выгодно Делать Предпринимателям Выгодно Продавать Потому Что У нас Больше Трех Миллионов Человек С деньгами Уже Готовых Потратить А нам Выгодно Покупать Потому Что Мы Сегодня Криптовалюту Ванкойн Можем Добыть По себе Стоимости А тратить Ее На дел Шекер По рыночной Цене Вот Услышьте Меня Вот Юха Пархиала Это Уже Легенда Сетевого Маркетинга Это Мега Лидер Нашей Компании Вот Он С Фейсбука Его Это Очень Старый Скрин Наверное Где-то За декабрь Может Быть Даже Раньше Пишет Скоро Готов Мой Новый Курорт И Мы Принимаем Ванкойн В качестве Платежного Далее Я Хочу Показать Это Нормально Но Я Был Рекомендовал Все Таки Быть Патриотами Своей Семьи И Взглянуть Немножко На Статистику А Это Сайт Каждый Сетевик Его Должен Знать Сайт Называется Business For Home Точка Орг И Там Каждый Месяц Печатается Статистика Компании То есть Чеки МЛМ Мира То есть Вот Смотрите В первой Десятке 7 человек Из Делайте Выводы То есть Коротенько Об этом И Так Наши Продукты Это Электронные Учебные Возможности То есть Вы Приобретаете Определенный Пакет Себе Который Содержит Образовательную Программу Определенный Уровень Образовательной Программы Так Вот Например В пакете Стартер За 110 Евро Первый Уровень Образовательной Программы Так И Называется Ввод Финансы Что Такое Деньги 1750 Евро Содержится Шесть Уровней Академии И так Далее В общем Вы Покупаете Образование Далее Каждый Пакет Содержит Определенное Количество Жетонов Токенов То есть Это Подарочный Инструмент Вам Вы Эти Токены Обмениваете У компании На криптовалюту Ванкоин То есть Каким образом Происходит Компания Добывает Вам не нужно Знать Этих Технических Моментов Как добывать Криптовалюту Почему кода Нет в открытом доступе Ребята Потому что Если он будет В открытом доступе То наша Криптовалюта Сразу же Будет попадать На рынок То есть На бирже К продаже Нам это Сегодня Не нужно Нам нужно Сначала Создать Спрос На нашу Криптовалюту А потом Выйти На внешние Рынки Вот Компания Ванлайф Производит Криптовалюту Ванкоин И мы Обмениваем За наши Жетоны Которые Находятся В наших Пакетах Все Дальше Зависит Лишь От вашего Пакета Либо От комбинаций Пакеты Либо Определенных Акций Которые Дают Возможность Снизить Вам Себестоимость Добытой Вами Монеты И тратить С удовольствием Вот То о чем Я сейчас Говорил То есть Стратегия Апгрейда Например Пакет Стартер Дает Вам Возможность Пройти Один Сплит Что Такой Сплит Уточните У ваших Партнеров Которые Вас сюда Пригласили Только Скажу Скажу Вам Попроще Это Еще Один Инструмент Для Того Чтобы Ваша Себестоимость Вашей Монеты Была Дешевле Еще Дешевле Скажем Так То есть Пакет На 550 Евро Тоже Один Сплит Дает А если У вас Комбинация 110 Плюс 550 Такая Комбинация Дает Вам Возможность Два Сплита Но Так Как У нас Бонус Еще Такой Акция Дополнительная Для Ближайшего Сплита Если Вы Такую Комбинацию Сделаете Вы Получите Не Два Сплита А Три И Так Далее То есть Не Буду На Этом Сильно Останавливаться Чтобы Голова Не Забивалась Лишним Итак Сегодня Вы Пойдете Гуглить Искать Смотреть И Найдете Очень Много Интересного Про Нашу Компанию Зачастую Люди Ищут Если Я Его Не Ищу То Я Его Не Нахожу Первое Что Вы Найдете Про Нас Скажут Финансовая Пирамида Развод Лохотрон И так Далее Так Вот Друзья Для Этих Клоунов Плохая Новость Мы Выходим На IPO На Следующий Год Что Такое IPO То есть Написал Уже Прочитали Это Первый Опыт Размещения Акций На Какой Фондовой Бирже Аферы Какие-то Есть То есть IPO Никому Не Видать Вот А Конец Второго Квартала Восемнадцатого Года У нас Выход На IPO Вот Делайте Выводы Опять же Если Вы Пойдете Советоваться С кем То Я Вам Рекомендую Советоваться С богатыми Людьми Потому Что Богатые Люди Всю Жсть Учатся И Разбираются Досконально В том Что В чем Они Должны Дать Вы видели У нас Уже Больше Трех Миллионов Каждый По одному Пригласит Будет Шесть Миллионов И так Далее Миллион Мерчантов Но Как Показывает Статистика За последние Два Года Я думаю Что У нас В ближайший Год Будет Гораздо Больше Мерчантов То есть Предпринимателей Которые Предлагают Товары И услуги На платформе Дел Шекер Все Очень Круто Развивается Кто Стоит И идеолог Доктор Ружа Игнатов Болгария То есть Она эксперт По финансам И криптовалютам Друзья Я даже Не буду Читать Рассказывать Я вам Просто скажу Для меня Лично Этот человек Стоит В одном Ряду С такими Людьми Как Стив Джобс Билл Гейтс Джек Ма И так Далее То есть Этот человек Просто Мега Мозг Для меня Лично Потому что То что Делается За эти Последние Два С Каждым Разом Удивляешь Как Все Действительно Просто На самом Деле Но Чтобы Это Было Просто Человек Должен Буд Это Придумать Создать Команду И Идти Вперед Это Очень Круто И Вы Можете Заниматься Своим Собственным Бизнесом Не Выходя Из Дома Я Вам Сейчас Просто Быстренько Пробегу По Партнерской Программе Это Для Тех Кто Говорит Сразу Не Понимая Как Работают Деньги Не Понимая Что Такое Краткосрочные Инвестиции Среднесрочные Долгосрочные И так Далее Отвлекусь Немного Да Вот У нас В России Сегодня Кто Не Знает Вчера Бернее Стартовала Продажа Облигаций Федерального Займа То есть Их Выпустили Там На 15 Миллиардов Рублей По Моему И Там Самый Высокий Доход Если Вы На 3 Года Эти Облигации Покупаете А Должны Вы Купить Не Меньше Чем На 30 Тысяч Рублей Лучше Больше Конечно Да То Доходность За 3 Года Составит У вас 12 С Половиной Процентов Годовых Друзья Но У нас По моему Инфляция Больше И Ничего Будут Покупать И Будут Ждать Пока Можно Будет Проценты Свои Получить А у Я хочу Сегодня Рубль Вложить И Хочу Завтра Забрать 5 Пожалуйста Отдайте Мне Мои 5 Рублей Друзья Вот Это Не Про Нас Если Вы Так Думаете То Проходите Мимо Просто Не Останавливайтесь Не Зацикливайтесь Дело В том Что Если Предприниматель Открывает Магазин И Туда Ничего Не Вкладывает Ничего Не Делает А Завтра Хочет Все Продать То Вряд Ли Он Что Вообще С Этого Поимеет Продаст За Бесценок Будет В Прогаре Поэтому Здесь И Опять Еще Такая История То Даже Если Вы Захотите Получить Ребенка Через Три Месяца И Забеременеют Три Женщины Через Три Месяца Это Не Получится Никак Поэтому Должно Быть Время Но Для Тех Кто У Кого Последний Или Простая Очень Легкая Понимание И Самое Главное Нет Вот Этой Пирамидальной Составляющей Когда Вас В ваших Компаниях Если Здесь Сетевики Заставляют Каждый Месяц Для Себя Для Подтверждения Как бы Скажем Активности Своей Бизнес Активности Выкупать Определенное Количество Товара Вот Этой Фигни Здесь Бестолковой Вообще Нет Итак Маркетинг План 5 секунд Прямые Ученых Вами Людей 10% От Их Заработка Далее Немножко Подробнее Итак Прямые Продажи То есть Это Когда Вы Продали Образовательный Пакет На ту Или Иную Сумму Вы Получили 10% Один раз То есть Продали Пакет На 1000 Евро Получили 100 Евро Продали На 3000 Получили 300 Евро И так Далее Далее Смотрите Ваши Заработанные Деньги В течение Делятся На 60% И на 40 60% Это Те Деньги Которые Вы Можете Выводить Забирать Использовать Как вам Нравится 40% Это Обязательный Счет На который Вам Скажем Так Декапитализация Идет Вы Приобретаете На них Себе Дополнительно Криптовалюту Поначалу Сразу Скажу Я Когда Узнал Я Напрекся Думаю Что это Такое Может Я Как-то Сам Своими Деньгами Использовать Свои Коины Которые С Обязательного Счета Куплены Они Скорее Все Выросли В цене То есть Ваши 40% Увеличились Это Здорово То есть С прямой Продажи Я думаю Что Все Понятно Далее Бонус От Сети Бинар У нас Бинарный Маркетинг План Но Это Не Цикличный Бинар Это Не Матричный Бинар Это Простой Бинар То есть У вас Один Бал Один Евро То есть Допустим В одной Стороне У вас Есть Человек Который Пришел На 1000 Евро В другой Стороне На 500 Евро Я так Для удобства Говорю И вот С короткой Слабой Ноги Получаете 10% То есть В данном Случа 500 Евро Слабая Нога 10% 50 Евро Далее От 1000 Баллов Отнялось 500 Здесь Осталось 500 Баллов Здесь 0 То есть Очень интересный Бонус Потому что Он мотивирует Заниматься С людьми Не бросать Тех Которых Вы пригласили В этот бизнес А научить Их Зарабатывать Деньги То есть Самая Главная Идея Сетевого Маркетинга Когда Вы Приглашаете Людей Вы Должны Обучить Так Вот Получать Следующий Бонус Вы Будете Скажем Так До Четырех Поколений Вот Если Ваши Партнеры Если Вы Зарабатывают Бинарный Бонус То есть Если Какой-то Вася У вас Заработал По Бинару Именно По Этому Бонусу Не По Предыдущему То есть Прямые Продажи Это Его То есть Это Вас Не Касается А Вот По Бинару Если Он Заработал 10% От Его Заработка Если Он У вас Находится В Первой Линии Вы Зарабатываете То есть Но На Этот Бонус Нужно Раз Навсегда Квалифицироваться Каким Образом То есть У вас Должен Пакет 550 Евро Или Выше И Лично Приглашенный Человек У вас Один Слева Один Справа Должен Быть 550 Или Выше Один Раз И Навсегда Вы Получаете Эту Квалификацию Далее Все Зависит От Вашего Пакета То есть Минимум С Первого Поколения 10% Максимум Если У вас Пакет 5500 То вы Получаете С первого 10 Со второго 10 С третьего Поколения 20% Из четвертого 25% То есть Это очень Классно Это вас Должно Мотивировать Как минимум Знать людей До четвертого Поколения Потому что Зная Многие Компании Сетевые Начинают Работать Только с теми Кого Пригласили То есть В ответе Быть за тех Кого Только Они Лично Пригласили А все Что Дальше В глубину Происходит Это Уже Начинаются Проблемы А у нас Как Получается В сетевых Компаниях Я пришел К спонсору Он все Знает Ну и Замечательно Я тогда Заморачиваться Не буду Мой Партнер Которого Я пригласил Еще может К спонсору Обратиться А в третьем Поколении Все уже Умерло Потому что Дальше Ничего Не передается Вот здесь Это делать Не выгодно Здесь Выгодно Учиться Еще Очень Классная Программа Лидерства Я на ней Останавливаться Не буду Но Просто скажу Один момент Что Вы не поднимаетесь На следующую Ступеньку Пока не вырастите В своей структуре Предыдущих Лидеров То есть Своими Объемами Это сделать Не получится В общем Вот такая Классная Со всех сторон История Еще раз Друзья Я В принципе На этом Буду заканчивать Если у вас Есть вопросы Пишите Пока я еще Немножко Поговорю Я на них С удовольствием Отвечу А вам Нужно будет Обратиться К тем людям Которые вас Сегодня сюда Пригласили За дополнительной Информацией Потому что Если информация Пришла Это нужно было Для чего-то Вам лично Потому что Вы видно Спросили это Дело у космоса Чтобы что-то В вашей жизни Изменилось Зачастую Люди это просят Но когда это Приходят Они проходят К сожалению Мимо И еще раз Хочу сказать Будете Скажем так Советоваться Но это нормальное У нас явление Посоветоваться Советуйте С адекватными Людьми А не с теми Людьми Которые Скажем так Сегодня может быть Чуть-чуть лучше Чем у вас живут Но при этом Переживают Чтобы у вас Лучше не стало Потому что Если вы станете Жить лучше Кто вы для них Тогда будете И как им То даже с этим жить В конечном итоге Ну вот такая Коротенькая информация Я надеюсь Что я Не слишком сумбурно И быстро это рассказывал Вопросов Смотрю Ни у кого Сегодня нет Это правильно Потому что Тут на все вопросы Наверное Не ответишь И я вам все-таки Рекомендую Обращаться к тому Кто вас пригласил Потому что Информации Сегодня масса Когда мы начинали Это была лишь идея Никому ничего Не понятно было То есть Было немножко страшно А сегодня Вы уже можете Заработав То есть Добыв немножко Криптовалюты Хотя бы Немножко Для начала Попробовав Совсем чуть-чуть Попробуйте ее Не переживайте То есть Добудьте монетку Купите на Дейл Шейкер Потому что Вы увидите Что вы за маленькие Деньги Купили больше За меньшие деньги Купили больше Это сегодня возможно Предприниматели Я к вам обращаюсь Смотрите Как можно попробовать Если вам страшно Для предпринимателя Не обязательное условие Покупать образовательный пакет Вы регистрируетесь Бесплатно То есть Вы регистрируетесь Бесплатно Можете посмотреть По своим закромам Если вам страшно Может быть У вас есть Какой-то Неликвидный товар Он может Неликвидный Быть Именно в вашем регионе В вашем месте Где вы торгуете А кому-то Он в другом месте Нужен Если вы хотите Чтобы это у вас получилось Поставьте 100% За ванкойны Не 50 на 50 евро И коины А поставьте 100% За коины И посмотрите Насколько быстро У вас этот товар Просто уйдет Тем самым Вы еще Прорекламируете Свой бизнес Большому количеству У людей Нас больше 3 миллионов Если это интернет И в вашем городе Это точно Уже есть люди Которые Имеют криптовалюту И они придут к вам Увидят ваш бизнес И у вас Все получится Опять же Да Я когда владел Магазином Я точно знаю Что у меня товара Который Скажем так Залежался на полках Хватило бы еще На один магазин Либо у вас Есть какая-то Коллекция То есть Допустим У вас Там осенняя Зимняя коллекция Закончилась И вы сейчас готовы Продавать за 50% Со скидкой Чтобы Ликвидировать Скажем так Эту коллекцию И так далее В таком случае Вы можете поставить 50% за евро И 50% за коины Ничего не потеряете Только приобретете себе Партнеров Друзей И так далее И когда вы разберетесь Зачем вам это нужно Вы просто Поймете Что вы находитесь В нужное время В нужном месте Все об этом мечтают Но никто Почему-то Туда не идет В нужное время И в нужное место Опять же Когда люди задают вопрос А как же Вот я Ну допустим Если я хочу 100% торговать За ланкоины Как же мне С поставщиками Рассчитываться Друзья Это будет высший пилотаж Если вы своих поставщиков Подключите в эту цепочку Чтобы вы у них Тоже за коины Могли приобретать Это очень круто Это очень интересно Потому что Скорее всего Через какое-то время Коин будет дороже Стоит И по факту Вы продадите И по факту Вы продадите Свой товар Дороже Но с отсроченным Получением Вашего вознаграждения Опять же Вы можете За коины Коины Которые вы выручили За свой товар Даже который залежался Или который есть Вы можете Сегодня уже На Дел Шекер Найти для себя Что-то полезное И нужное Вы все равно Тратите деньги Друзья Вот на этой позитивной ноте Я с вами Со всеми Сегодня прощаюсь До новых встреч Встретимся уже После мероприятия В Макао С кем-то мы Наверное Увидимся в Макао С теми людьми Которыми общаемся Давно Но вживую Не виделись И наконец-то Мы встретимся Увидимся И так далее Спасибо друзья Был рад всех Видеть вас До новых встреч